В Великобритании не утихают протесты против мигрантов. Поводом к беспорядкам стала трагедия в Саутпорте. Там 17-летний выходец из семьи мигрантов заресал трех девочек. Илон Маск, увидев видео беспорядков, предрек Британии гражданскую войну. Илон Маск предрекает Британии гражданскую войну. В Великобритании ширятся массовые беспорядки. Поводом стала трагедия в городе Саутпорт, когда 17-летний приезжий подросток напал на детей во время мастер-класса по танцам. В результате погибли трое девочек. После чего в городе начались беспорядки и столкновения с полицией. Протесты против нелегальных мигрантов перекинулись на Манчестер, Лондон, Хартпул, Портсмут и Литц. Всякий раз митинговавшие выступали против наплыва мигрантов, так как напавший на детей считался поначалу приезжим. Распространился слух, что подросток был беженцем. Однако позже выяснилось, что юноша родился в Вельсе в семье руандийских мигрантов. Американский предприниматель Илон Маск, увидев видео беспорядков, предрек гражданскую войну в Великобритании. Окажется ли он прав? Комментарии Георгия Бофта. На фоне массовых беспорядков в стране газета «Телеграф» спустила слух, что за ними могут стоять русские. Якобы волну дезинформации, которая привела к антииммигрантским погромам, запустил сайт «Ченнел Три Нау», который может быть связан с Россией. Именно этот ресурс завирусил фейковую новость о том, что нападавшим был якобы 17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати. Хотя на самом деле это оказался некто Аксель Руда Кубана, родившийся в Кардифе у родителей христиан, приехавших из Руанды. А Аль-Шакати вообще нет в природе. Впервые новость о мифическом Аль-Шакати появилась у праворадикальной блогерши Бернадет Спофорт. Потом вбросил фейку мусульманскому происхождению убийцы влиятельный антимигрантский канал «Юроп Инвейджен». И уже потом все это расшарил «Ченнел Три Нау», собрав 27 миллионов просмотров. Фейк тут же подхватили противники эмиграции и правые блогеры. Что касается канала «Ченнел Три Нау», представляющего собой агрегатор новостей и фейков, то он был запущен в 2012 году любителями автогонок из Ижевска. Но спустя 7 лет был переименован и стал публиковать англоязычные ролики о Пакистане. В прошлом году канал зарегистрировал домен в Литве, а IP-адрес сайта принадлежит двум гражданам Пакистана. Пока версия о русском следе, впрочем, не является главным пунктом информповестки, дабы еще больше не будоражить погромщиков. Они ополчились против самой нелегальной эмиграции как явление. Она была одной из центральных тем недавней парламентской избирательной кампании. Протесты носят откровенно антимусульманский характер, что удивительно для Британии, до недавних пор отличавшейся высоким уровнем толерантности. Но теперь даже в Северной Ирландии юанионисты и националисты вдруг сплотились на антимиградской платформе, выкрикивая лозунги типа «Остановите лодки», имея в виду нелегалов, переплывающих ла-манш. Одновременно с протестными акциями националистов проходит контр-протесты, выступающих за толерантность и против нацизма. Пока ни власти, ни масс-медиа, освещающие драматические события, не вдаются в причины происходящего и избегают глубоких обобщений. Мол, просто хулиганы бузят, полиция провела уже десятки арестов, а власти уверяют, что порядок будет восстановлен. И для Британии такое вообще не характерно. Численность мусульман в Англии и Уэльсе составляет менее 4 миллионов человек, или 6,5% населения. В Северной Ирландии их всего 11 тысяч, менее полпроцента. В Шотландии чуть более 2%, но при этом по крайней мере в 25 административных единицах доля мусульман намного выше, чем в среднем по стране. В Лондоне в трех районах их более третий, еще в трех более 20%, включая Вестминстер, имеющий статус города в Большом Лондоне. В Бирмингеме около трети, в Манчестере более пятой части. Не менее половины мусульман в Британии и родились. Что касается нелегалов, то точное число неизвестно. Называют цифры от 800 тысяч до 1,2 млн. Британии нелегалам намного труднее легализоваться, чем, скажем, в Испании, где для этого достаточно просто прожить в стране два года. Поэтому в доле к общему числу населения процент нелегалов выше, чем в той же Испании, Франции и Португалии. По некоторым оценкам, более половины нелегалов живут в Британии в таком статусе более пяти лет, не имея возможности легализоваться. Около четверти нелегалов дети, половина которых родились уже в Британии. Все это способствует высокой криминализации в эмигрантской среде. Однако общественное настроение препятствует принятию законов, которые бы облегчали натурализацию эмигрантов. Обычно такой процесс для нелегалов составляет не менее семи лет. Власти страны сосредоточены на подавлении беспорядков и обвиняют в их разжигании соцсети. Это все, мол, проклятые алгоритмы, распространяющие шокирующие эмоциональные вирусные картинки и призывы, способствуя поляризации. Пока запрещать их или блокировать вроде не собираются, но через некоторое время наверняка озаботятся тем, чтобы заставить владельцев интернет-платформ самим фильтровать контент от фейков. Подбрасывание информации о том, что это якобы русские, разжигают ненависть старой доброй Англии, может помочь создать должный фон, как это было в Америке после выборов в 16-го года, где власти стали навязывать соцсетям самоцензуру. Ну а Илон Маск, предрекающий Британии гражданскую войну, явно нагнетает. У британской элиты имеется богатый опыт контроля и манипуляции, униженными и оскорбленными, в том числе стравливая их между собой. Главное – держать процесс под контролем. Никакой реальной организационной силы за погромщиками не стоит. Побузят, успокоятся и пойдут в паб пиво пить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова